Продолжение следует... Я обычно не политизирую свои выступления и даже тексты, которые я пишу, стараюсь делать аналитическими, не призывая выступать на той или иной стороне, но буквально пару дней назад у нас произошло совершенно странное, я бы сказал, безумное событие, которое всколыхнуло столько людей, сколько, по-моему, раньше еще никогда не колыхалось такого рода событиями. Я имею в виду арест и тюремное заключение для артиста Павла Устинова. Человек получил три с половиной года, при том, что на самые различные камеры с разных сторон было четко заснято то, что он не совершал никаких противоправных действий. Он стоял в Москве на улице, ну, в том месте, где он случайно, или может не совсем случайно оказался, где шли протесты, но тем не менее он ничего не совершал. К нему подошло несколько человек в форме и в шлемах, которых иначе как бандитами после этого трудно назвать, набросились на него, скрутили, избили, и за это парень получил еще и три с половиной года. Под тем предлогом, что один из напавших на него полицейских или росгвардейцев повредил себе ключицу. При том, что на кадрах было видно, что парень не сопротивлялся ключицу, если действительно этот охранник повредил, повредил, ну, как-то вот сам, либо в какой-то другой истории. Прошел суд, судья отказался вообще смотреть видеозаписи и вынес решение дать три с половиной года. Сегодня, ну, вчера поздно вечером, сегодня появилось сразу четыре известных мне петиции, может больше, но вот то, что я видел. За Павла Устинова заступаются артисты, цеховая солидарность, правозащитники, учителя и даже священники. Впервые в истории РПЦ, ну, вот, современной русской православной церкви, даже священники высказались за то, что, ну, творится что-то неправильное, и мы, как принято говорить у православных, должны печаловаться за невинно страдающих людей. Вот я хотел на это обратить внимание, на то, что в эти дни общественная солидарность против вот этого безумия дошла до очень высокой ступени. Причем, еще раз подчеркиваю, я сейчас не говорю о том, хорош путинский режим или плох, ну, мое мнение известно, но я не занимаюсь никакой агитацией. В данном случае слишком очевидно было, что суд просто превратился в некую расправу. Если у них есть какие-то другие аргументы, то желательно показать другое видео, на основе которого они пришли к выводу, что этот человек виновен, либо как-то объяснить обществу. Пресс-лика Итай Песков сегодня высказывался на эту тему, тоже ничего не объяснит. То есть ситуация какая-то крайне странная. Вот, так что не могу просто не начать сегодняшнего разговора с упоминания этой истории. Будем надеяться, спасибо, будем надеяться, что все-таки какая-то адекватная реакция от суда у нас будет. Теперь переходим к тому, о чем мы сегодня должны говорить. У нас тут в ходе организационных всяких подготовительных дел, наверное, потому что сейчас сентябрь и квартирник только начинается, произошла некоторая неразбериха. И я должен объяснить, что сегодня с этой лекции «Считать ли меня либералом» мы начинаем лекционный цикл. Это не отдельная лекция, не отрывочная лекция. Это лекционный цикл о проблемах современного либерализма. Этот цикл совместно с Росбалтом объявляет Центр исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, где я имею честь быть научным руководителем. Читать лекции буду не только я. Я выступлю с первыми тремя лекциями. Кто получает от меня электронную рассылку, видел план этих лекций. Могу потом сказать подробнее, либо вы можете оставить свои электронные адреса, я буду вас включать в рассылку. В общем, первые три лекции читаю я. Они состоятся, они будут читаться по средам. В следующую среду будет перерыв, потому что я уезжаю в Эстонию представлять свою книгу «Особый путь России» от Достоевского до Кончаловского. Меня просто не будет в Петербурге. А дальше две среды я продолжаю выступать со своим курсом. И затем еще две среды будет выступать сотрудник нашего центра Павел Усанов со своим взглядом на либерализм. Так что в целом пять лекций. Приходите. Более того, я думаю, что наш центр исследования модернизации продолжит этот лекционный курс дальше. Ну, скорее всего, зимой или весной с некоторым перерывом подключатся другие сотрудники центра. У нас семь человек всего работает. И не только мы с Павлом Усановым являемся либералами. Так что буду дальше вас информировать и о продолжении. Если очень кратко, я бы хотел, чтобы вот эти пять лекций, которые сейчас читаются, в основном были посвящены разбору того, что такое либерализм. Хотя Павел, наверное, немножко уйдет и в историю проблемы. А вторая половина курса будет посвящена истории либерализма. Рассказываю о том, как либерализм возникал, и почему разные люди в разных ситуациях себя по-разному называли либералами, нелибералами. То есть на более конкретном материале будем говорить об истории. То есть теория либерализма будет связана с анализом экономических проблем, политических проблем либерализма. А во второй части будет больше истории. Ну, это, конечно, план довольно условный. Сегодня первая лекция «Считать ли меня либералами?» Ну, вообще, я сам считаю себя либералами. Хотя либерал я, может быть, несколько странный. Потому что, сейчас я только сформулирую саму мысль, а дальше в ходе курса сегодня и на следующих лекциях я буду это пояснять. Я считаю себя либералом, но если бы я был не научным сотрудником университета, не лектором, не публицистом, а политиком, думаю, в целом яде случаев я вел бы себя не как либерал. Я бы проводил нелиберальную политику. Или, скажем так мягче, не совсем либеральную политику. И это не потому, что мне свойственны двойные стандарты, а потому что есть различия между идеями, научными взглядами и конкретной политикой. Об этом я буду говорить, наверное, в основном в следующей лекции через Сейду. Более того, я думаю, что если бы я родился не в 1961 году, а лет на сто раньше, ну, скажем, был бы ровесником Чехова. Скорее всего, я не был бы либералом. Даже при том предположении, что я был бы точно таким же человеком, со всеми теми же склонностями, интересами, но просто жил бы в другую эпоху. Думаю, что я не был бы либералом. Скорее всего, я был бы намного-намного левее по своим взглядам. Об этом я поговорю в основном на третьей лекции нашего цикла. Я вообще тяжело к этой мысли приходил. Я много лет считаю себя либералом, и когда я вдруг понял, что мои либеральные взгляды сильно определяются не только моей человеческой сущностью, не только моим интеллектом, моими размышлениями, но и тем окружением, то есть социальной средой, в которой я нахожусь, для меня это был некий вызов. Ну, я это обдумал, как-то вот переборол, и сегодня не стесняюсь сказать, что да, многое в моем либерализме зависит от социальной среды, в которой я нахожусь. А если бы я родился через сто лет, даже страшно подумать, кем бы я был, но фантазировать не будем точно. То есть, когда я говорю о себе, что я либерал, это такое несколько условное понятие. Но сегодня вот в эти вещи я не вдаюсь. Сегодня я хочу начать с того, кого вообще считают либералами в России, потому что здесь существует страшная путаница. Честно говоря, второго такого запутанного понятия я не знаю. Не в идеологиях, что такое социалист или националист, более-менее понятно. Хотя националист, конечно, скажет, что бывают хорошие националисты, а нас путают с нацистами. Социалист тоже может что-нибудь такое сказать, но все равно масштабы путаницы не такие, как с либерализмом. И другие понятия из какой-то другой области тоже мне не приходили в голову, чтобы вот такая же была путаница. Я насчитал чуть ли не десяток различных представлений о либерализме, которые я встречаю в прессе, когда я читаю газеты или интернет, в общении с людьми, в общении со студентами, в дискуссиях с оппонентами, если оппоненты сами не либералы, а хотят как-то противопоставить свои взгляды либералам. Самые разные взгляды. Ну вот, начнем с их краткого анализа. Первая и самая распространенная трактовка либерала, с которой я встречаю, это вот сегодня, ну, скажем так, в последние лет 10-15-20. Либерал – это тот, кто против Путина. На улицы вышли либералы и требуют, кричат «Путин вор!» и требуют там свержения путинского режима. Среди этих либералов на самом деле есть немало националистов, которые хотят, чтобы Россия была государством для русских, а не империей, в которой Путин объединил самые разные народы и как-то пытается их выравнивать. Среди этих людей есть крайне левые люди. Допустим, крайне левый лидер Сергей Удальцов выступал против Путина не менее активно, чем многие либералы. Некоторые люди, называющие себя либералами и выходящие на протесты против существующего в России режима, если посмотреть, за что они выступают, тоже часто оказываются не либералами. Но слово «либерал» почему-то оказалось очень удобным для того, чтобы говорить о том, что вот те, кто против Путина, – те либералы. Любопытно, что лет 30 назад, когда в Советском Союзе начинались большие перемены, использовалось другое слово для противопоставления режиму. Представители режима называли «портократы», иногда аппаратчики, иногда коммуняки, иногда как-то, но «портократы» наиболее интеллигентно, а им противостояли демократы. Сегодня слово «демократы» редко используется. Трудно сказать, почему. Может быть, потому, что путинский режим, в отличие от коммунистического режима, все-таки соблюдает внешний декор демократии. Это не совсем демократия, это скорее имитация демократии, но у нас существует парламент, который, правда, не место для дискуссии, как говорил один из его лидеров, но он существует. Существует голосование на выборах, которые, правда, не совсем выборы, но мы действительно приходим, голосуем, при этом у нас в бюллетенях несколько человек, в отличие от брежневской эпохи, когда был один человек. То есть вот такой декор существует. Может быть, поэтому слово «либерал» заменило слово «демократ». Конечно, те, кто выступает против Путина, ни в коем случае не могут все называться либералами. С другой стороны, среди тех, кто находится на стороне режима, тоже есть либерал. Опять же, вопрос, можно ли их так называть, но в публицистике появилось даже такое понятие за последние годы – системный либерал. СИСЛИП их называют. И последние годы была активная дискуссия между теми либералами, которые на площадь выходят, и СИСЛИБами. Те либералы, которые выходили на площадь, говорили, что СИСЛИБы – неправильные либералы, они просто обслуживают режим, ничего либерального в них нет. Давайте посмотрим на то, какую они политику проводят. Это все не либерально. А, ну, сами СИСЛИБы, конечно, они там министры, главы Центрального банка или что-нибудь такое, они редко огрызаются. Но публицисты, которые выступали в защиту системных либералов, говорили, что если кто-то хоть что-то либеральное за последние 20 лет у нас в стране сделал, то это были как раз СИСЛИБы. Потому что вы, ребят, только на улицу выходите и кричите. Вы же все равно ничего реально не сделали. А СИСЛИБы, ну, хоть чуть-чуть, хоть немножко, где-то там чего-то сдвинут от авторитарного режима чуть-чуть в сторону либерализма. Или в экономике немножко больше свобод дадут. Ну, в общем, как бы то ни было, как бы ни разворачивались эти дискуссии, либералы могут оказаться и на той, и на другой стороне. Поэтому вот такого рода высказывания о либералах, конечно, бессмысленно, что они вот просто те, кто против Путина. Второе понятие, которое часто приходится использовать. Либерал-фашисты. Это понятие, например, любит довольно известный публицист Максим Шевченко. Я ни разу не слышал, чтобы он внятно объяснил, почему он объединяет эти два термина. Вроде бы, либерализм и фашизм настолько противоположные явления, что трудно их как-то объединить. Хотя, с другой стороны, демократы в конце 80-х годов использовали понятие коммуно-фашисты. Коммунизм и фашизм – это очень разные идеологии. Трудно их объединить вместе. Но демократы использовали. Возможно, люди типа Максима Шевченко по образцу демократов 30-летней давности решили объединить либералов с фашизмом. Ну, в общем, что за этим стоит, хотя Шевченко не объяснял, более-менее понятно. Все, кого мы не любим, это либералы. Для того, чтобы их как-то сильно заклеймить, надо не просто такое расплывчатое слово «либерал» употребить, а надо употребить такое слово, которое имеет отрицательное значение абсолютно для всех. По крайней мере, в нашей стране. Мое поколение выросло на том, что хуже фашистов ничего нет, потому что фашисты нас пытались завоевать в годы Великой Отечественной войны. Вот, значит, пусть либералы будут фашистами. На самом деле, конечно, свести эти два понятия абсолютно невозможно. Когда мы перейдем к разговору о том, что, собственно говоря, такое либерализм, вы увидите, что адекватный, честный оппонент, даже если он очень не любит либерализм, использовать такой термин никак не может. Шевченко, кстати, мы однажды сошлись на дискуссии, где он использовал этот термин, я ему возражал, и так ничем дело и не закончилось, никакого объяснения внятного с его стороны не было. Долгое время слово либерал-фашизм было, пожалуй, наиболее жесткой характеристикой для либералов, но последние годы появилось еще одно, более страшное слово. В приличном обществе вроде его даже как-то и нехорошо произносить, но, с другой стороны, обойти его совсем невозможно. Это слово либерасты. Это вот так, чтобы уж совсем оскорбить впрямую. Когда тебе скажут, что ты либерал-фашист, ты еще подумаешь, что надо как-то объяснить. Нет, вот фашизм – это другое, вы путаете. А когда тебя назовут либерастом, ну, понятно, что здесь уже надо либо сразу в морду бить, либо просто уходить куда-то и не вступать в дискуссию с помощью кулаков. Но, тем не менее, я, поразмышляв над этим словом, подумал, что, наверное, некий смысл люди, которые его используют, в это слово вносят. Даже, может быть, больше смысл, чем либерал-фашист. Либералов, их противники часто упрекают в моральной распущенности, в том, что либерал – это человек, для которого все дозволено, который не имеет никаких моральных норм. Вот, сказав либераст, оппонент подчеркивает, что либерал – это просто вот до предела распущенный, вульгарный, извращенный человек, который просто вот является какой-то болячкой нашего общества. На самом деле, среди философов либерального направления, были написаны, философами либерального направления были написаны серьезные труды, касающиеся моральных проблем. Придумать, что либерализм чужд моральных проблем, чужд этики, могли только люди, которые либо не хотят знать, что такое либерализм, либо просто специально хотят обзываться, для того, чтобы нанести какую-то психологическую травму своему оппоненту. О моральных нормах, связанных с либерализмом, об этике либерализма мы тоже будем говорить. Наверное, в третьей лекции я в основном этому посвящу внимание. Ну, конечно, нельзя обойти и единственный официально признанный термин, который зафиксирован у нас и Министерством юстиции, и всеми, кем только можно, применительно к либерализму. У нас есть партия, системная партия, присутствующая в Государственной Думе, недавно добившаяся феноменального успеха в Хабаровском крае, где и губернатор, и местное законодательное собрание представлены именно этой партией. Я имею в виду Либерально-демократическую партию Жириновского. Ну, эта курьезная партия так давно у нас существует, собственно говоря, Жириновский сначала создал, ведь об этом многие забыли, а молодые люди, наверное, не знают. Жириновский ведь сначала создал Либерально-демократическую партию Советского Союза. Она была создана еще до распада Советского Союза. И только когда Советский Союз распался, он преобразовал в партию, соответственно, в ЛДПР, Либерально-демократическую партию России. Последнее время, правда, эта аббревиатура вообще этими партийцами не расшифровывается. Я давно не видел нигде надписи Либерально-демократическая партия. На всех выборах мы видим просто ЛДПР. Расшифровывайте, как хотите. Возможно, некоторые молодые люди даже и не знают, как это расшифровывается. Понятно, что Жириновский захотел уйти от слова либерализм, потому что его партия к либерализму не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, когда вносится путаница во всю терминологию, используемую нами, можно услышать, что некоторые люди говорят, ну, либералы – это вот те, кто из партии Жириновского. Я был крайне удивлен, когда это услышал однажды в университете, в Санкт-Петербургском государственном университете на семинаре факультета свободных искусств и наук, где мой друг и коллега пригласил меня подискутировать о либерализме. Я понял, что этим студентам трудно что-то объяснить, если надо сначала объяснять, что либерализм – это не у Жириновского, а у некоторых других политических деятелей в нашей стране. Но, тем не менее, такая путаница существует. Возникла она случайно. Насколько я понимаю, я не историк ЛДПР, не знаю, конечно, деталей, но, насколько я понимаю, Жириновский, когда создавал свою партию в последние годы Советского Союза, хотел создать партию наиболее популярную, популистскую, массовую. Какое-то время либерально-демократические идеи у нас были очень популярны, и он, наверное, хотел продавать народу либерально-демократические идеи, чтобы собрать побольше голосов. Когда выяснилось, что более популярны националистические и патриотические идеи, он, не меняя названия, стал продавать совершенно другие идеи населению, и на этом выиграл выборы 1993 года. Ну, а название уже осталось, никуда не деться. Скорее всего, вот так оно было. Дальше. Еще одно очень популярное понятие. Неолиберал. Это название, это понятие в основном к нам приходит с Запада. Какое-то время у нас в России не использовали понятие неолиберал, ну и, казалось бы, странно, как его использовать, потому что люди толком не разобрались в том, что такое либерал, а тут еще какой-то неолиберал. Значит, надо понять, чем отличаются старые либералы от новых либералов. Но на Западе, в основном в Соединенных Штатах, среди публицистов, аналитиков, которые пишут на эти темы, слово неолиберал последние лет 30-40 очень активно используется. В основном это связано с тем, скажу, чуть забегая вперед, потом как-нибудь к этому вернусь, в основном это связано с тем, что в Соединенных Штатах слово либерал исторически закрепилось не за теми взглядами, о которых я сегодня буду рассказывать, а в основном за левыми взглядами. В Соединенных Штатах никогда не было сильной социалистической партии или коммунистической партии. Социалисты, коммунисты там всегда были очень слабые, намного слабее, чем в ведущих европейских странах. Но левые взгляды были. И сторонников левых взглядов часто в Америке называли либералами. Вот когда появились люди в большей степени отвечающие понятию, европейскому понятию либерализм, в Америке для того, чтобы их отличать от либералов левых, стали использовать слово неолиберал. И старые либералы стали ругать неолибералов, на чем свет стоит. Потому что на самом-то деле в нашем европейском понятии старые либералы вовсе не либералы. И когда появились неолибералы, которые на самом деле либералы, старые либералы стали их ругать за либерализм. Вот, такая вот путаница. Понятно, что сейчас вы мало что поняли, но будем к этому возвращаться и наверняка к этому вернется Павел Лусанов, потому что одну из лекций он будет читать как раз об американском либерализме. У нас, по моим наблюдениям, по разговорам с людьми, по Фейсбоку, по другим социальным сетям, слово неолиберал используется не совсем в американском понятии. У нас можно столкнуться с такой интерпретацией. Вот человек говорит, я сам либерал, но я не неолиберал. Я правильный либерал. Вот вы неолибералы, вы бездушные, вы народ не любите. Ну, и дальше может что-то повторяться из того, что я уже сказал. То ли бездуховные, то ли Путина не цените, то ли что-то вот такое. А я, говорит человек, правильный либерал. Я за все хорошее против всего плохого. Вот это либерализм, его понимание. Я, мы, в смысле, в принципе, у нас вот слово неолиберал особенно нет смысла использовать, поэтому я дальше, кроме как вот в той лекции, где буду рассказывать подробнее о американской трагедии, связанной с либерализмом, я слово неолиберал использовать не буду. В моем понимании вот тот либерал, который был сто лет назад, он примерно и сейчас придерживается тех же взглядов. В политике он может занимать более сложную позицию, ему приходится по-другому маневрировать, но чисто идейно либерализм был создан не вчера и он в этом смысле сильно не меняется. Ну, что еще называют либералом? Агенты влияния или иностранные агенты. Патриот считает, что либерал приносит к нам в Россию какие-то чуждые влияния. Он не бескорыстен, он основывается не на своих убеждениях, не на книгах, которые он прочел, не на своих размышлениях о том, как лучше управлять обществом, больше свобод, там меньше свобод. Патриот часто думает, что либерал, он обслуживает интересы Соединенных Штатов. Хотя в Соединенных Штатах есть представители разных взглядов, и многие из них совсем не либералы, а некоторые либералы, но не в том смысле, как мы только что сказали. Но вот иногда думают, что в основе либеральных взглядов лежит некая нечестность. Я помню, как-то давно читал лекцию в Европейском университете, открытую лекцию, ко мне подошла некая молодая женщина и спросила, а вы понимаете, что вот то, что вы рассказываете, работает на интересы Соединенных Штатов, там, и так далее. Я говорю, да нет, чего вы взяли, я же вот могу просто объяснить, почему для России лучше, чтобы было вот так, а не как вот при путинском режиме. Нет, говорит она, вы не понимаете, вами так тонко манипулируют из-за границы, что вы сами не отдаете себе отчет, что работаете, пляшете под их дудку. Вот. Ну, как-то вот я настолько удивился, что запомнил лицо этой молодой женщины, потом выяснилось, что она работает доцентом в высшей школе экономики. Ну, потом там как-то познакомился немножко с ее биографией, выяснилось, что прошла ряд зарубежных стажировок в тех странах, где откуда нами манипулируют и так далее. Так что вот здесь такие странные вещи бывают. Еще одна трактовка либерализма, ну, наверное, провинциальная. Либералы – это зажравшиеся москвичи, которые выходят на протесты, потому что они мало работают, у них много денег, а мы вот в провинции трудимся, вкалываем нам недолиберализм. Ну, здесь уж я, наверное, меньше буду комментировать такие курьезные вещи, но тем не менее это постоянно встречается. Вот, московские либералы там вышли и так далее. Ну, просто либерал – это просто любитель каких-то нестандартных действий, любитель выпиндейца. Вот, либералы любят геев. Вот, просто, вот, вот все их не любят, а вот им надо обязательно вот сделать не так, как русский народ. Вот, поэтому они вот их будут любить. А если весь русский народ будет любить геев, то эти, значит, будут любить только гетеросексуалов. Ну, и, наконец, сегодня, даже вот я в распечатанный план лекции дописал от руки последнюю фразу, буквально сегодня я познакомился с новым термином, характеризующим либерализм, его ввел, может, раньше кто-то его использовал, но я вот впервые прочел, его сегодня в новой газете ввел известный обозреватель и редактор новой газеты Кирилл Мартынов. Гламурный либерализм, гламурные либералы. Это он написал статью о свадьбе Ксении Собчак. Почему Ксению Собчак надо называть либералом, я не очень понимаю. Ксения Собчак вообще актриса. Ну, там, в дипломе у нее не написано, она, политолог-международник или кто-то там, МГИМО заканчивала, но по характеру деятельности, по своей сути, она, конечно, актриса. и она играет разные роли. Год назад на президентских выборах в России она сыграла роль либерала. Ну, наверное, ей поручили, режиссер поручил такую роль сыграть, само ей было интересно, она очень творчески к этому подошла. Она сыграла роль либерала. Если бы ей поручили сыграть роль националиста, наверное, она бы не хуже сыграла роль националиста, хотя, может быть, ей это было бы менее интересно, да и ей бы просто не поручили, потому что ее отец был известным либералом. Но она играет разные роли. Вот тогда она сыграла роль либерала, кандидата в президенты, сейчас она сыграла роль невесты на очень яркой и нестандартной свадьбе режиссура, который, очевидно, принадлежал ее супругу Константину Богомолову. То есть, муж поставил, жена сыграла, вот как-то в таком духе. Это не имеет никакого отношения к либерализму. Если актер играет либерала, это не значит, что он либерал по взглядам. Он может вообще не иметь взглядов, либо быть других взглядов. Если актер играет принца Гамлета, это не значит, что его надо называть принцем. Он не принц, он актер. Он просто в данный момент сыграл принца Гамлета. Вот, так что гламурный либерализм совсем странное понятие. На этом мы закончим перечислять различные трактовки. Я это сделал достаточно подробно, потому что хотел обратить ваше внимание на то, какая здесь путаница, какая каша, и насколько важно нам разобраться в сути самого понятия либерализма. Кто такой либерал? И вот теперь я попробую это определить так, как я вижу эту проблему. Сразу надо оговорить одну-две важные вещи. Первое. Я не затрагиваю историю понятия либерал. Вот, когда во второй половине курса, я надеюсь, я буду подробно говорить об истории этого понятия, начиная либо с времен Великой Французской революции, либо, может быть, мы дальше еще уйдем к временам Джона Локка и возникновения английского либерализма в теории. Вот тогда я буду уже говорить, вот в эту эпоху этот человек себя называл либералом, и он был таких-то взглядов. А вот в эту эпоху человек называл себя либералом, был таких-то взглядов. Сейчас я буду формулировать либерализм, как я его вижу. Возможно, Павел Усанов, когда здесь будет выступать, сформулирует это несколько иначе. Павел Усанов более, скажем так, правый либерал, чем я. Я где-то ближе к левому краю, в либеральных дискуссиях он правее. Если сюда пойдет Андрей Заостровцев, он, возможно, даст свою трактовку. Это нормально. Это нормально. Вы потом сможете выбрать ту, которая вам будет ближе. Для меня сейчас главное сформулировать либерализм непротиворечиво, чтобы не было вот этой каши, когда смешиваются самые разные понятия. Чтобы мы поняли, что такое либеральная идеология, либеральное мировоззрение, даже лучше сказать. Почему оно внутренне целостно непротиворечиво. Ну, а если вы увидите, что у Павла или у Андрея это все выглядит лучше, более целостно, то вы просто потом скорее возьмете их концепции, чем мою. Итак, если определить либерализм одним словом, то это сделать очень просто. Можно это произнести и закончить лекцию. Либерализм это учение о свободе. Из самого слова это вытекает. Обычно нормальные люди с этим не спорят. Вот если оставить в стороне авторов и любителей вот всех этих формулировок, которые я перечислял в течение получаса, то нормальные люди понимают. Да, конечно, либерализм это учение о свободе. Но вот дальше начинаются сложные дискуссии. Кто-то больше ценит одни свободы, кто-то другие свободы. С некоторыми своими друзьями я беседую, скажем, с экономистами. Экономисты в первую очередь упоминают экономические свободы и так вот где-то поверхностно политические. Когда я беседую с историками или политологами, для них скорее экономические свободы где-то на заднем плане, а главное свобода в политике. Я считаю, что все эти свободы равноценны. Нормальный либерализм предполагает, что человек обладает всеми возможными свободами. Насколько это реалистично, это следующий вопрос, мы дальше к нему подойдем. Но либерализм не выдвигает какие-то свободы на первый план, а какие-то отводит назад. Итак, что же это за свободы? Я постарался их классифицировать, и у меня получился список еще более длинный, чем этих неправильных взглядов на либерализм. первое. Ну, я экономист, вы мне позволите все-таки начать с экономических свобод. Я выделил четыре важнейших свободы, которые должны существовать в экономике. Первое. Человек должен иметь право на собственность. Собственность нельзя отбирать. Любая собственность священная. Это важнейший принцип либерализма. Если я олигарх, миллиардер, и вы все меня не любите, вы считаете меня мерзавцем, и готовы закидать тухлыми яйцами, то если вы либералы, вы все равно признаете мое право на собственность, которая у меня есть. Если, конечно, она получена по закону. Если я ее украл, это отдельный вопрос. В этом случае, конечно, по суду, не по тому суду, как с Павлом Устиновым, по настоящему суду, можно человека наказывать, конфисковывать собственность, но если речь идет о том, что человек очень нам неприятный человек, слишком богатый, ведущий вызывающий образ жизни, имеет огромную собственность, либерал считает, он имеет на это право. Почему это важно, об этом также будем дальше говорить, пока я подчеркиваю просто сами принципы либерализма. Вот социалист скажет, нет, это безобразие, так нельзя, и дальше либерал начнет социалистам спорить, но спорить будем чуть дальше, пока мы просто констатируем, что такое либерализм. Вторая свобода право на доход с той собственности, с того имущества, которое у человека есть. Это означает, что либерал считает, что в идеале вообще не должно быть налогов. В идеале. Вы сейчас, конечно, возмутитесь, но понятно, без налогов невозможно, я сам понимаю, что без налогов невозможно. в том числе поэтому я в самом начале лекции вам сказал, был бы я политиком, я бы, конечно, не проводил тот либеральный курс, который я считаю правильным теоретически. Но когда мы говорим о абстрактной теоретической модели, либерал считает, чем меньше государство вмешивается в жизнь человека, чем меньше оно отнимает у него доходов, тем лучше. То есть в идеале лучше без налогов. Пусть каждый сам имеет возможность заработать себе на жизнь. Но подчеркиваю, на практике конечно это невозможно, если первый пункт права на собственность все-таки в большей степени мы стремимся соблюдать, если отнимают законно приобретенную собственность, либералы активно возмущаются, если государство вводит налоги, либералы говорят, что ну в общем это конечно нехорошо, но мы понимаем, что реалии таковы, что с этим можно согласиться, во всяком случае надо обсуждать. Третье право свобода торговли. Либерал считает, что надо разрешать максимально свободную коммерческую деятельность, в том числе международную. Вы должны иметь возможность, если вы произвели какой-то продукт с помощью своей собственности, продавать его где угодно, как угодно, кому угодно, государство максимально не должно это ограничивать. Опять же, это невозможно допустить на 100%, потому что некоторые ограничители всегда бывают, но связаны допустим с тем, что наркотики. Даже я хотел сказать не о наркотиках, хотя это верно, но многие либералы считают, что уж легкие наркотики точно можно разрешать, они разрешены в некоторых странах, и можно даже поспорить о нелегких наркотиках, потому что есть мнение, что байба с наркомафией стимулирует бизнес вкладывать деньги в наркоторговлю, потому что байба с наркомафией повышает цены, повышает прибыли, цена кокаина в Колумбии и в Соединенных Штатах просто две совершенно разные вещи, цена возрастает во много-много раз, или в Афганистане и где-нибудь в Голландии. И либералы часто говорят, что лучше разрешить торговлю наркотиками, чтобы этот бизнес не был выгоден, а бороться каким-то другим способом. Но сейчас я не буду в это вторгаться, есть какие-то более очевидные вещи, ну типа когда мы торгуем продуктами питания, должны быть просто сертификаты, что вас этим не отравят, что какая-то минимальная санитарная проверка осуществляется. Некоторые либералы тоже с этим споют, но все-таки как правило соглашаются. Четвертый момент, сложный для либералов, вот здесь многие либералы со мной не согласятся. я пока говорил о правах ну как бы это сказать не обязательно капиталиста, потому что право на собственность, на доход, оно есть у любого, но все-таки больше как-то вот вы наверное в голове себе представляли, что это речь идет о богатых людях, которые производят, торгуют, получают прибыль, но простой человек, который является наемным работником, должен иметь такие же экономические свободы, поэтому право на забастовку, право на создание профсоюза, это тоже либеральные права. Многие либералы со мной не согласятся, скажут, что профсоюзы увеличивают цену продукции, из-за этого потребитель вынужден больше платить, поскольку профсоюзы делают зарплату рабочих более высокой, чем она могла бы быть при отсутствии профсоюза. Вот я считаю, что если либерал это не тот, кто за потребителя против производителей или за капиталистов против рабочих, а если либерал это тот, кто за свободу для всех, то свобода на забастовку и на профсоюз это тоже важная свобода. Даже если мне экономисту это не понравится, может так получиться, что как экономист я скажу, ни в коем случае нельзя создавать профсоюзы, мы останавливаем развитие нашей экономики, если у нас будет много профсоюзов. А как либерал я скажу, имеете право, если вы не внимете моим убеждением как экономиста, если я не смогу вам доказать, что профсоюзы мешают развитию экономики, вы имеете право создавать профсоюзы. И как либерал я признаю ваше право на забастовку и на создание профсоюза. Человек имеет право, свободный человек имеет право защищать не только свою собственность, свой доход, но и свой труд, и доход от труда. Это что касается экономики. Теперь политика. Ну здесь вроде просто. Либерализм предполагает демократию. Я, если я выступаю за свободы, это означает, что я предполагаю, что каждый человек имеет право участвовать в выборах и свободно, без ограничений выбирать тех депутатов, президентов, губернаторов, которых он хочет. Казалось бы, здесь даже и объяснять ничего не надо. Но одну оговорку мне приходится сделать. Опять-таки некоторые мои коллеги здесь со мной вступают в дискуссию. Возможно, если у вас здесь будет выступать когда-нибудь Андрей Заостровцев, вот насколько я понимаю, здесь в основном мы с ним спорим. Существует теория одного немецкого экономиста, который уверяет, что либерализм прямо противоположен демократии. Демократия вредна. Более-менее понятно, почему он это говорит. Демократия это популизм. Когда все люди имеют право голосовать и избирать правительство, правительство стремится к популистским действиям, стремится потакать желанием этой массы населения. Поэтому оно будет взимать высокие налоги с богатых и передавать деньги бедным, создавать большой чиновничий аппарат, чтобы он занимался перераспределением этих денег. Ну и так далее. Да, для развития экономики это плохо. Но если мы говорим о либерализме как о свободе, то люди имеют право выбирать тех, кого захотят. И ограничение демократии это ограничение либерализма, ограничение свободы. Опять же, так же, как и в предыдущем случае, я должен сказать, что я как политик, если бы я был политиком, я никогда не был политиком и не буду, но если бы я был политиком, я бы говорил, ни в коем случае не занимайтесь популизмом. Если вы демократично избрали правительство, правительство должно быть ответственным и стараться, чтобы налоги были поменьше, чтобы профсоюзы действовали не агрессивно и так далее, и так далее. Но как либерал я признаю, что люди имеют право избрать власть свободно, так как считают нужным. Дальше, гражданские свободы. Их довольно много, но я думаю, что все наше понимание гражданских свобод можно свести к одной очень важной вещи. Когда мы говорим о политических свободах, мы даем возможность людям стать большинством, проголосовать за тех, кого они хотят выбрать, но при этом многие ведь проиграют в ходе выборов. Люди выберут не того, кого я хочу. Вот нас все время Путина выбирают, а я все время против него голосую, а его все выбирают и выбирают. Так вот, гражданские свободы предполагают, что если ты оказался в меньшинстве, никто не имеет права лишить тебя каких-то прав, в чем-то ущемить. Ну вот политические права. Если большинство проголосовало за Путина и единую Россию, это не означает, что победители на выборах Путина и единая Россия имеют право к следующим выборам создать такую политическую атмосферу, при которой больше никто уже никогда кроме них не победит. Вот у нас 20 лет побеждают одни и те же на выборах. В том числе потому, что тот, кто в первый раз проиграл, тому очень трудно как-то потом победить победителей. У них не регистрируют политические партии, как, допустим, у Навального или отбирают политические партии, как в свое время было партии Бориса Ельцова, Союз правых сил, или не допускают на телеэкран. А если допускают на телеэкран, то в какую-то безумную программу на первом канале или на России, где ты вроде и говоришь что-то, а тебе закрикивают, засвистывают, улюлюкают. Ну, та же Ксения Собчак, которая не либерал, но тем не менее играла роль либерала в ходе предвыборной кампании, я смотрел в прошлом году несколько эфиров, она озвучивала либеральные тезисы, как хорошая актриса, как себя при этом вели ведущие Первого канала. Один из них надел маску клоуна и всячески демонстрировал, что вы присутствуете не при политической дискуссии, а при каком-то шутовстве. Вот победители не имеют права, если мы говорим о либерализме, лишить проигравших возможностей на следующих выборах быть в равном положении с победителями. Если либерал побеждает на выборах, что маловероятно, конечно, в нашей стране, но если он побеждает, то дальше, если он хочет соответствовать принципам либерализма, он должен и социалистам, и националистам на следующих выборах предоставлять такие же возможности для участия в них. Это что касается политики, но меньшинство есть в самых разных вопросах, и с точки зрения либерала все меньшинства должны обладать теми правами, которыми они хотят обладать, даже если большинство этим недовольно. Есть меньшинства национальные или этнические. Сейчас не будем влезать в детали, в чем разница между нацией и этносом, на это у меня уже времени совсем нет, но если внутри нашей страны какая-то нация хочет, чтобы преподавание в школе велось на национальном языке, чтобы учитывались какие-то национальные особенности культуры, или если эта нация хочет вообще выйти из состава нашей страны, либерал считает, что да, они имеют на это право. Вот как либерал, допустим, я считаю, что каталонцы имеют право выйти из состава Испании, а в правительстве Испании среди ведущих испанских политических партий либералов нет. Там что правые и что левые не считают, что можно предоставлять каталонцам право на самоопределение. Вот с моей точки зрения, хотя Испания бесспорно демократическая страна, одна из развитых демократических стран, их позиция явно не либеральна. Скажем, Великобритания в этом смысле более либеральна, Великобритания позволяла проводить референдум о возможном выходе Шотландии из состава Великобритании, но шотландцы не получили на референдум большинство. Это вполне либеральная история. Шотландцы те, которые хотели выйти, потому что те, кто против, тоже были шотландцами, естественно. Дальше гендерные гендерные различия, гендерные права. Ну, в основном, конечно, эта история связана с правами женщин, хотя все так развивается в нашем мире, что скоро и мужчинам надо будет тоже за свои права бороться. Женщины более сплоченно лучше отстаивают свои права мужчины, расколоты на различные группы. Ну, понятно, почему это произошло, потому что женщины последними получили право голоса. В истории демократии общества европейские медленно двигались от цензовых выборов к всеобщим и свободным выборам. И все больше, больше, больше людей получало право голоса, но женщины практически всюду, может, я чего-то не знаю, но, по-моему, практически во всех странах были последней категории населения, которая получила право участвовать в выборах. Сначала все более бедные, все более молодые мужчины получали право голоса, а вот женщины и не бедные, и не молодые, вот все в последнюю очередь. Понятно, что женщины активно отстаивали свои права, движение суфражисток, которое было в начале 20 века, это было движение, ну, угнетенное меньшинство, как-то мне не нравится это слово, все-таки, наверное, не угнетенное, здесь какое-то другое слово надо найти, но, наверное, неравноправное, дискриминируемое меньшинство, бороя за свои права. Религиозные меньшинства тоже самое. В любой стране существуют разные религиозные конфессии, и если вы придерживаетесь взглядов, которые не доминируют в стране, либерал считает, что вы имеете право верить в Бога так, как считаете нужно. Допустим, 500 лет назад, в середине 16 века, когда возник протестантизм в Германии после действий Лютера, Мартина Лютера, там некоторое время шли напряженные религиозные войны, и эти войны закончились в середине 16 столетия так называемым Аугсбургским миром, где католики и протестанты примирились, и примирились на каком принципе? Абсолютно нелиберальном. Чья власть? Того и вера. То есть если Германия тогда, я напомню, была расколота, не было единого государства, было несколько отдельных германских государств. Вот если в каком-то германском государстве курфюрст или герцог, кто там им правит, иногда князь называют, придерживается католицизма, значит, у него будут католики, а протестанты либо должны сменить веру, либо эмигрировать. В другом государстве князь протестант, значит, там наоборот соответственно. Вот это нелиберальный подход. Либеральный подход предполагает, что любая конфессия имеет право на существование. Сексуальные меньшинства. Та же самая история, понятно. Это, кстати, тоже очень многим трудно представить себе, вот беседуя с человеком, он во всем остальном вроде либерал. За свободу собственности, за демократию и так далее. Он говорит, а ну как можно допустить, чтобы там геи женились, там семьи создавали? У нас же рождаемость понизится. я сейчас не буду вдаваться в эти вопросы, это здесь доктор Щеглов Лев Моисей часто выступает, он об этом лучше расскажет, это его тема, вот, но с точки зрения либерализма свободы сексуальных меньшинств ничуть не менее значимы, свобода религиозных, национальных или политических меньшинств. Ну и наконец свобода бытовая, это тоже очень важно, причем здесь не надо эту свободу путать с отсутствием моральных норм, о чем мы говорили в начале. Либерал, например, считает, что человек имеет право одеваться так, как считает нужным, без всякого дресс-кода. это не значит, что он не признает моральных норм, но свобода может проявляться в одежде, во внешнем виде, человек сам себя самовыражает. Скажем, в моей жизни была такая интересная форма борьбы за свободу, причем в полной началось это, когда мне было 23 года, но только много-много лет спустя я осознал, что это я так как-то внутри себя боролся за свободу. Когда я учился в Ленинградском университете, раз в неделю я ходил на военную кафедру, где из нас готовили офицеры запаса, и наши полковники подполковники страшно боролись с усами и бородами. Это не допускалось ни при каких обстоятельствах. Нам объясняли, что ты будешь не студент, нас называли курсант, курсант будет неопрятный, вот он пообедает, у него в бороде капуста какая-нибудь повиснет. Ну, как можно в нашей советской армии, чтобы капуста была в бороде? В общем, все жестко пресекалось. И я не скажу, что это меня как-то очень сильно угнетало, я, честно говоря, больше думал о каких-то там философских, смысловых проблемах, когда я был молодой, о научных проблемах, а не о том, как я внешне буду выглядеть. Но, тем не менее, когда я закончил университет, отслужил на военных сборах и получил звание лейтенанта запаса, я практически сразу начал отращивать бороду. В тот момент мне представлялось просто, что вот я этого хочу, мне так нравится. Потом, много лет спустя, я понял, что это была такая внутренняя борьба за свободу. Я начал делать именно то, что мне долгое время запрещали. Через некоторое время я столкнулся с проблемой, хотя, казалось, этих проблем уже не должно было быть. Я был молодым преподавателем в одном из маленьких ленинградских институтов на кафедры, которая называлась, ну, я экономист, кафедры, которая называлась политэкономии и истории КПСС. Это была такая идеологическая кафедра, но, тем не менее, мы, политэкономы, тогда уже не очень зависели от идеологии, мы в основном рассказывали о реальной экономике. И вот, когда я отрастил бороду, вернувшись после летнего отпуска из горного похода, где, собственно, мне никто не мешал это делать, да, в общем, там и невозможно было не отрастить, потому что просто боится было трудно, холодной водой и отсутствие электричества. Я вернулся, где-то там месяц спокойно ходил, преподавал, потом в кориду меня встретил проектор. Мне он ничего не сказал, причем проектор химик, он никакой не идеолог. Потом он сказал моей заведующей кафедрой, очень такая интересная дама была, энергичная, он сказал, что, почему этот Травин у вас ходит с бородой, что за безобразие это? На что она отбила его атаку моментально из потрясающей эрудиции остроумия. Она сказала, у нас кафедра марксизма-ленинизма, все ходили с бородами, вот он и я. Поиск проектор заткнулся моментально, мне потом об этом просто уже рассказали задним числом. Вот, так с помощью Маркса, Энгельса и Ленина я отстоял свое право на отсутствие дресс-кода или я не знаю какой код вот здесь вот. Галстуков тоже много лет уже не нашу. Что? Да. Вот. В Скуе после этого моя заведующая кафедра и стала секретарем Петроградского райкома по идеологии. Как настоящий либерал. Дальше свободы. Ну, ускоряюсь, а то я уже долго говорю. Свободы передвигаться по миру, свободно ездить за границу. Всякие ограничения на передвижение, включая визовые ограничения, они противоречат либерализму. Хотя, опять-таки, если бы я был практическим политиком, конечно, в такой стране, как Россия, или во Франции, или в Германии, или в Соединенных Штатах, я не мог бы не обращать внимания на проблему миграции. Определенное регулирование миграции сегодня неизбежно. Но вообще-то миграционные ограничения противоречат принципу либерализма. Читать, что мы считаем нужным, и смотреть, что мы считаем нужным без цензуры. Это тоже бытовой принцип либерализма. Свободно высказывать свое мнение. Это тоже принцип либерализма. Кстати, в Фейсбуке я часто вот эту проблему ощущаю. Я время от времени делаю специальные посты на своей странице, где напоминаю о неких своих принципах и говорю, что уважаемые друзья и подписчики, то, что я делаю на своей странице, это вот я думаю, записываю и делюсь с вами. Я никого не агитирую, ничего такого не делаю. Это мое право высказываться, ваше право от меня отписаться, уйти с моей страницы и не читать. Кто-то понимает, кто-то не понимает, причем из самых приятных образованных людей. Нет, вот вы агитируете за это, как вы можете то или иное делать. Вот то, что я делаю на своей странице, отвечает моим принципам либерализма. И я считаю, что каждый на своей странице имеет право это делать. если мне не нравится то, что говорит кто-то из моих друзей у себя на странице, я прочитываю и никаких замечаний ему не высказываю. Могу вступить в дискуссию, но это будет уважительная дискуссия, именно дискуссия, а не стремление заткнуть рот. Если я чувствую, что мне с этим человеком неинтересно дискутировать, я просто не буду заходить к нему на страницу. Но он имеет право писать то, что считает нужным. Это принцип либерализма. И даже погубить себя каждый человек имеет право. Вот это к вопросу о наркотиках, кстати, Петр, который ты поднимал. В принципе человек имеет право на свою жизнь, на свою судьбу. Я не имею права ему навязывать свои взгляды. Опять же, это абстрактный теоретический принцип. В практической деятельности сегодня ни один либерал, окажись он во власти, не сможет игнорировать проблему взаимоотношений с наркоторговлей. Но скажем, слава Богу, сейчас не 30-е годы и никому не придет в голову вводить сухой закон. Хотя самая казалось бы либеральная страна в мире Соединенные Штаты Америки в 20-е годы вводила сухой закон и ограничивала возможность людей пить то, что они считают нужным. Ну и наконец, последнее, это вот мы говорили о том, что такое либерализм. О том, что в позитивном плане входит в понятие либерал. Но есть и определенные ограничители. Существует такая популярная фраза «Моя свобода заканчивается за миллиметр от вашего носа». То есть я могу кричать, говорить, писать в Фейсбуке или не только в Фейсбуке, могу даже сейчас начать размахивать руками, но если я своей рукой буду размахивать направление вашего носа, все, есть ограничитель. Я не имею права вас ударить, ущемить вашу свободу не кулаком, а с помощью той власти, которой, допустим, я обладаю, арестовать и так далее. И вот здесь возникает сложный вопрос, неоднозначно разрешаемый либерализмом. А как сделать так, чтобы с одной стороны у нас были свободы, а с другой стороны, чтобы все-таки за миллиметр до вашего носа мой кулак был ограничен. В связи с этим либералы признают, что государство должно существовать, и государство имеет определенное право на регулирование. Есть разные точки зрения, есть, например, такая теория, как анархокапитализм. Насколько я понимаю, анархокапиталисты не признают государство вообще. Но я сейчас не буду вдаваться в детали, я не специалист, может, когда-нибудь анархокапиталист здесь в Росбалте выступит и лучше изложит свою позицию. Либерал признает, что да, есть государство, которое следит за тем, чтобы мой кулак не бил по вашему носу. То есть у государства должны быть определенные минимальные права ограничивать свободы именно вот в этом смысле. То есть государство, ну, скажем так, вся возможная государственная деятельность должна быть разделена на два разных направления. Одно направление это защита человека и его свободы, его прав от воздействия других людей, даже тех, которые реализуют свое право на свободу, как они это понимают. Поэтому существует полиция, существует прокуратура, существует армия, ну, армия немножко может быть из другой области, но, в принципе, тоже об этом надо сказать, потому что существуют и войны между народами, от этого тоже никуда не денешься. То есть существуют различные механизмы защиты моей свободы. И есть второй тип государственной деятельности. Когда государство что-то создаёт для того, чтобы ущемить мои права, когда государство стремится перераспределить деньги из одних карманов в другие, вводя налоги, отнимая деньги у тех, кто больше зарабатывает, отдавая тем, кто меньше зарабатывает. Вот это нелиберальная деятельность. Этот вывод может показаться странным. Смотрите, что я сказал. Я сказал, что с точки зрения либералов силовики нужны, полиция, следователи, прокуроры, а, скажем, министерство экономики хоть завтра можно ликвидировать. Хотя там сидят экономисты, многие из которых считают себя либералами. Вот такой парадокс. Министерство экономики занимается тем, что придумывает, как проводить какую-то государственную политику, при которой мы одним разрешим больше, другим меньше. У кого-то денег немножко возьмем в качестве налогов, а другим отдадим, считая, что мы тем самым стимулируем развитие нашей экономики. нет, либерал говорит, не надо вот этого. Давайте закроем министерство вообще, и пусть эти ребята из министерства идут в бизнес работать, или в науку, или в университет. А вот без силовиков, без полиции, прокуратуры, там, следовательно, не обойтись. Но это, естественно, не означает, скажу я немножко забегая вперед, что силовики должны действовать так, как они действуют у нас. Их надо контролировать. государство должно делать так, чтобы они именно защищали ваш нос, а не сами били по носу. Вот я начал с истории с Павлом Устиновым. Вот эти силовики, по сути дела, бандиты. Они напали на человека, избили, посадили, а потом судья еще и легализировал их деятельность в 3,5 года человеку. Вот не такие силовики должны быть. Но без силовиков невозможно обойтись. Вот такой парадокс еще раз подчеркиваю. Почему государство, государственное вмешательство в нашу жизнь опасно, и мы говорим о том, что либерал признает вмешательство государства только по самому минимуму. Вот чуть-чуть. Об этом я сейчас скажу буквально пару слов и буду уже заканчивать, потому что подробнее на эту тему надо, конечно, говорить отдельно, уже когда мы будем не просто определять либерализм в целом, а говорить о различных видах политики. Но два слова сегодня надо сказать, потому что без этого просто не закончить, непонятно будет. Я считаю, есть две причины. Все многочисленное разнообразие разных причин можно свести к двум основным причинам, почему либерал боится сильного вмешательства государства в общественную экономическую жизнь. Первая причина носит образное такое название эффект кобры. Сейчас объясню почему. А вторая причина называется ориентированное поведение. Что такое эффект кобры? Это реальная история, описываемая в одной из очень хороших книг экономиста либерала. Реальная история, которая приключилась в свое время в Индии, в то время, когда Индия еще была английской колонией. В Индии водятся змеи. Это не секрет. И вот в какой-то момент кобры так расплодились, что английские чиновники, которые то ли не были либералами, то ли считали себя либералами, но были не очень умные либералы, или не очень опытные, начитанные, английские чиновники решили, что надо со змеями бороться. Причем не только силами английских войск, полиции или биологов, а с помощью самого народа надо стимулировать народ уничтожать змей. И вот индейцам объявили, что если они будут отлавливать кобр, убивать и приносить английским чиновникам, демонстрируя, что кобра уничтожена, они будут получать за это некоторое вознаграждение. Индийский народ мудрый, много лет он живет, там философия великая есть. Индийские крестьяне поняли, как надо реагировать на действия британских колонизаторов. Они стали выращивать кобру, убивать и приносить большое количество английским колонизаторам, получая за это вознаграждение. То есть результат стимулирующей деятельности оказался прямо противоположным. Змей стало больше. Ну, я уж не знаю, там, сбегали они из плена эти змеи или всех убивали для получения вознаграждения. Да, да, конечно, да. Но, как бы то ни было, змей стало больше, а английский бюджет потерял некоторое количество денег, на абсолютно бессмысленное премирование разведения змей. Эта забавная история говорит, на самом деле, о том, что очень часто происходит с государством, когда государственный чиновник думает, что он умнее простого человека, и вот сейчас-то он придумает такое мероприятие, чтобы сделать экономику более эффективной, растущей, энергичной. Чиновник очень часто просчитывает комбинацию, как плохой шахматист на пол хода, а комбинация на два, на три, на четыре, на пять ходов рассчитывается. Когда чиновник придумывает различные меры стимулирования, скажем, импортозамещения, вот очень актуальную у нас тема, он до конца не понимает, как общество будет реагировать, и какие последствия могут произойти. Потом чиновник вынужден уничтожать огромное количество продовольствия, потому что возникает контрабанда, вместо того, чтобы развивалось отечественное производство продовольствия, импортозамещения. Классики либеральной экономической мысли неоднократно писали о том, что мир наш настолько служен, невероятно служен, что мы не можем понять всей запутанности связей и в экономике, и в политике, и в социальной сфере. Поэтому, если вы, как государственный деятель, вмешиваетесь в этот мир, что-то меняете, дергаете за какую-то веревочку, какое будет последствие, вы не узнаете. Только через какое-то время вы вдруг обнаружите, что последствия совсем не такие, как вы ожидали. Поэтому философия либерализма во многом основывается на представлении о том, что свобода важна не просто потому, что мы любим свободу, а она важна потому, что как только вы начинаете дергать за веревочки и свободу в чем-то ущемлять, вы получите последствия, которые совершенно не ожидали. И может стать только хуже, как в случае с Кобой. Об этом мы будем подробнее говорить еще в других лекциях. А вторая проблема, которая возникает из государственного вмешательства в свободную жизнь, свободную экономику, то, что я назвал ориентированным поведением, она состоит в следующем. те люди, которые регулируют нашу экономическую, социальную, политическую жизнь, они нам обычно говорят, что они это делают для того, чтобы стало лучше. Но великий российский государственный регулятор Виктор Степан Черномырдзин, которого люди моего поколения помнят, молодые уже, молодые, конечно, нет, как-то сказал фразу старшей крылатой «хотели как лучше, получилось как всегда». Вот государственные чиновники нам говорят часто, мы хотим сделать как лучше. Мы регулируем экономику для того, чтобы вы, люди, жили богаче, чтобы больше производилась продукция. Но на самом-то деле, очень часто мотивация у них совершенно другая. Они регулируют экономику так, чтобы получить личную выгоду. Скажем, введение различных экономических регулирующих мер очень часто оборачивается тем, что бизнесмен вынужден приходить к чиновнику, который решает разрешить или не разрешить тот или иной вид деятельности. И бизнесмен вынужден платить ему взятку. В итоге все равно разрешат все, что надо. Но не бесплатно, а за деньги. А если бизнесмен заплатил взятку чиновнику, он эту взятку включит в стоимость товара и цены станут выше. В результате регулирующей деятельности чиновника бизнесмен останется при своем, мы, потребители, будем платить за товар больше, а чиновник, который был активным пропагандистом селения государственного регулина, построит себе виллу в лучшем случае на Рублевском шоссе, а скорее всего где-нибудь на Лазурном побережье во Франции или в Лондоне, где эти чиновники последнее время предпочитают проводить свои пенсионные годы. Так что, когда мы говорим о свободе, это не просто наше естественное стремление к свободе, это еще и осмысленное стремление к тому, чтобы различные люди, ущемляющие свободу, не запутались в этом сложном мире и не сделали жизнь хуже, просто потому, что они этот мир не могут контролироваться, не понимая всех его связей. Вот на этом я в принципе лекцию заканчиваю, но заканчиваю, как мне представляется, на самом интересном месте. Это я вам говорю не просто для того, чтобы заманить на следующую лекцию, а действительно мне представляется вот это очень важной сложной проблемой к анализу, который я сам очень долго и мучительно подходил. Я вам сейчас разрисовал либерализм как очень привлекательное учение мировоззрения, теорию, идеологию. Почти что за все хорошее против всего плохого. Но в реальной жизни либералы практически всегда оказываются в меньшинстве. Либеральные партии почти никогда не побеждают на выборах даже в западных странах. Либеральных теоретиков, идеологов не очень любят. Классики либерализма, которых у нас часто издают, в книжных магазинах лежат невостребованными, а люди, авторы других идеологий иногда издаются огромными тиражами и покупатели скупают эти книги в большом количестве. Вот почему так происходит? Почему либералы такие хорошие, а их вот так не ценят? Об этом будет наша следующая лекция, которая будет называться «Почему так страшна свобода?» Спасибо. Спасибо. Да, сейчас, естественно, сейчас можно задавать любые вопросы. Еще раз напомню, что можно завтра в 19.00 прийти в Европейский университет Санкт-Петербурга по адресу Шпалерная, дом 1, там будет большой академический батл между мной и известным ученым из Москвы Ириной Стародубровской на тему «Жива ли теория модернизации и возможно ли модернизация в России?» Это уже будет не просто мое выступление, а там будет жестокая схватка. Значит, в 19.00 конференц-зал Шпалерная, дом 1, там бесплатно, там свободный вход. Ну все, теперь вопросы, пожалуйста. Так, ну Петр, потом вы. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, берите пример, когда, вопреки либеральным взглядам, государство осуществляло чрезвычайно важную, полезную, полезный проект. Ну, допустим, прокладывал отрасль сибирскую службу для дорожного милиции. Когда, вот если в качестве модели государства принять садоводство, понятно, что каждый отдельный садовод построить дорогу к садоводству от шоссе не может. Они могут объединиться только вместе, скинуться, создать свое мини-государство садоводство и построить этот дар. Вот, хотел бы от вас пример, противоречивающий вашим либеральным взглядам. Ну, я, в общем, начал приводить примеры. Все силовики... Нет, силовиков тоже, экономика. Вот та самая экономика, которая требует разогнать Министерство экономики. Один пример я тоже привел. Сертификация продуктов питания, контроль за лекарствами. Скажем, я в свое время писал кандидатскую диссертацию по фармацевтической промышленности Соединенных Штатов Америки. Это было в другом мире, конечно, еще в Советском Союзе, но тем не менее, я об этом писал когда-то. Вот, в Соединенных Штатах существует очень мощная организация Food and Drug Administration, администрация по контролю за продовольствием и лекарствами. Ее многие либералы ругают в Америке, но еще я могу понять, что там продукты можно не проверять, хотя все равно вероятность отравиться велика, но невозможно не контролировать лекарства, потому что здесь мы сами не можем быть экспертами. Вот такого рода контроль нужен. И в Соединенных Штатах очень жесткая, ну, по крайней мере, 30 лет назад была, может, сейчас что-то изменилось, система контроля за лекарственными препаратами. Примерно 10 лет проходит между моментом, когда ученый открыл химическую формулу нового лекарственного препарата и моментом, когда лекарство вышло на рынок. Причем большую часть занимают клинические испытания, потому что это не только испытания на данном человеке, а это еще пытаются посмотреть, как на потомство реагируют. Но потомство, конечно, не на человеке, это на животных проверяют, потому что за 10 лет люди не воспроизведутся в таком количестве. в общем, там сложнейший комплекс, чтобы проверялось, как лекарство действует. Поэтому с тех пор я знаю, что когда я покупаю лекарственный препарат американской компании, очень велика вероятность, что это будет нормально. Хотя иногда скандалы с отравлением бывают и в Штатах, иногда невозможно все это предусмотреть. Ну, вот это, пожалуй, самый такой яркий пример. Пожалуйста, вы. если взять тот либерализм, понятие которого вы сейчас раскрыли за настоящий либерализм, то есть ли сейчас из видных деятелей в России представители такого либерализма? Вот смотрите, вопрос, что значит видны деятели? Представители такого либерализма существуют в науке, в идеологии. Если речь идет о каких-то крупных политиках, то как только вы стали политиком, вы сразу начинаете идти на компромисс. Я буду в следующий раз очень много именно об этом говорить. Поэтому я, например, считаю либералом покойного Егора Гайдара. но любой, кто не любит Гайдара, сможет запросто мне возразить, сказав, ну вот смотрите, Гайдар был у власти и при нем делалось то-то, то-то, это нелиберальные меры. Да, я должен буду согласиться. Когда Гайдар был первым вице-премьером и потом исполняющим обязанности главы правительства, при нем делалось много нелиберального. Такого рода компромиссы нужны, необходимы, но это уже отдельный вопрос. Когда и как об этом я буду говорить подробно, но пока мы пишем книги и выступаем с лекциями, нам очень легко быть либералами такими вот кристально чистыми. Ну вот у нас даже существует сейчас либертарианская партия, в основном это партия очень молодых и симпатичных мне людей, которые гораздо больше, больше либералы, чем я, они выступают почти за неограниченный либерализм. Я не во всем с ними согласен, но вот среди них может быть нет каких-то людей, там, академиков и крупных таких вот профессоров, так, чтобы сразу можно было сказать, вот там собрание сочинений, прочтите, узнаете, что такое либерализм. Но есть молодые люди, очень либерально настроенные, кстати, очень популярные, допустим, я очень люблю Михаила Светова, сейчас он стал намного популярнее, чем два месяца назад, потому что месяц он отсидел в тюрьме, и это резко повысило его популярность. Сейчас он как раз делает большой тур по российской провинции и собирает, насколько я знаю, полные залы, если, конечно, предварительно государство не вмешивается и этих залов не закрывает за полчаса до начала лекции. Вот на Мишу Светова я бы обратил внимание, он может небольшой теоретик, но очень умный, интересный человек и очень популярный. Вот там есть люди, у которых я там 30-35 лет назад учился либерализму, это мало известные люди, но вот допустим, кроме Петра Сергеевича, наверное, никто не знает Бориса Львина, Борис известный, да, ну Борис уже много-много лет работает во Всемирном Банке, живет в Вашингтоне и, к сожалению, не пишет теоретических трудов, но это вот человек, у которого я учился во многом либерализм. Он в годы перестойки довольно известен. Да, 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 конечно, ну тогда он еще не работал во Всемирном Банке, иногда что-то писал, вот, а вообще, конечно, есть классика неприходящая, Людвиг фон Мизес, Фейдей фон Хайек, я не знаю, успею ли я вот в этой первой части курса о них поговорить, может Павел Усанов о них скажет, но во второй части уж точно будем говорить о них. Юрий, давайте вы, потом вы. Ну, здесь у нас два вопроса. Первый, он в какой-то мере связан с тем, что вы говорили, что фон павелизм популярен, вот, я как бы предусхищу вопрос моим, возможно, некоторым не согласен в 18-ти годы, как раз был очень популярен Хайек, и политик, и Тейкчер, Рейган, которые проводили, а сегодня многие считают, что, и начинаем только от Путина, так и, что либерализм в себе исчерпал. Ну, приводят примеры, в частности, Трампа, который нарушает пиральный принцип, в котором мы говорили о свободе торговли, ну, и так далее, и тому подобное. А вот в этом банке другая сторона, сколько я знаю, другую сторону занимает Фрэнсис Пукуяма, он говорит, что все равно либерализм не исчерпал, стремлобазовые ценности свобода, разберения властей, что они все равно обеспечивают более хорошую жизнь. Значит, первый вопрос, какая ваша позиция в этом батле? это, 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 второй вопрос, не читали ли вы статью Ивана Грека в Огоньке, он пишет очень интересные вещи, я буквально постараюсь полминуты, что на поверку, когда либералы приходят в власти, они вовсе оказываются не такими либералами, примеры, это братья Качинские, Орбан, а в России были в 90-е годы низовые земские, значит, Солженицына, разные консервативные, там, первозванного, Андрея, Ну, понятно, да. Я не понимаю, какое вот ваше мнение о сегодняшнем протестном движении, есть ли там либеральные метро, или там все-таки доминисты такие, то есть, что-то хотят. Значит, по второму вопросу очень трудно сказать, потому что я уже сегодня пытался дать понять, что, когда теоретик приходит в политику, он сразу вынужден прибегать к различным компромиссам, без этого не обойтись. Поэтому, в некоторых случаях либерал идет на компромиссы, и, может, от либерализма мало остается, а в некоторых случаях он, может быть, и не был либералом, а только прикидывался. Я очень сомневаюсь, что братья Качинские вообще когда-то были либералами. Я не настолько знаю, конечно, историю Польши, но, скажем, наиболее известный польский либерал Лешик Бальцирович, экономист, ученый, который некоторое время возглавлял унию вольности, наиболее либеральную польскую партию, вот Качинских у него в партии не было. Качинские в это время создавали совершенно другие политические силы. С Орбаном сложнее, но сейчас не будем вдаваться в детали. А что касается первого вопроса, я понимаю, здесь вот какая ситуация. Либерализм был совершенно непопулярен в экономике, в частности, на волне увлечения кейнсианством где-то до 1973-1975 годов, 1973-1975. Потом в экономике возник тяжелейший кризис. В западной экономике, сейчас я не о России говорю, у нас здесь был Советский Союз, все совсем другое. И люди, которые скептически относились к либерализму, или даже скорее не те, кто скептически относился, таких не переучишь. А более молодые люди, которые в этот момент были студентами, аспирантами, входили только в создательную жизнь, они разочаровались в государственной регулирующей деятельности, вспомнили о том, что были Мизос, Хаек и так далее. Хаеку тогда вообще дали Нобелевскую премию. Мизос ее, может быть, не получил, потому что, если я правильно помню, к этому моменту просто скончался, а покойникам Нобелевская премия не дают. Так вот, просто принято. И какое-то время либералы были популярны, потому что многим казалось, что либерализм это панацея, вот теперь будет все замечательно. Но либерализм действительно помог многим экономическим процессам конца XX века, но панацея не бывает никогда. Возникли новые проблемы, новые поколения стали разочаровываться в либерализме. Сегодня те, кто в начале 70-х годов стали либералами, ну, по возрасту этим людям уже лет 70 примерно. Поэтому уже новые поколения приходят в новых условиях, и они критикуют либералов. Это нормальный для идеологии, для науки процесс. Поэтому вполне возможно, что либерализм сейчас будет все менее-менее популярен не только у нас в России, но и в Америке, где всякие Трампы приходят, да и во всех европейских странах сегодня очень сильные антилиберальные силы появились. А потом опять сменится поколение лет через 50-е, и снова возможно либерализм будет популярен. Это нормальный процесс. Спасибо. Пожалуйста. Я студент европейского, спасибо большое за лекцию, я хочу три вопроса задать, сразу лучше задать. Давайте по очереди, иногда, когда долго задают вопрос, я забываю первый. Давайте по очереди. Первый вопрос будет, что считается источником права либерализма, это естественные права, или что-то еще. Какой источник права? Ну, видите, я не юрист, для меня несколько сложный вопрос, вот я в таких категориях все-таки не люблю размышлять. Наверное, можно говорить о естественных правах, но знаете, я не юрист не только потому, что я не заканчивал юрфака, у меня сознание не юридическое, вот я немножко по-другому размышляю, для меня вопрос об источнике права немножко схоластический, вот я попытался объяснить, почему либерализм важен с более практической точки зрения, потому что мир настолько сложен, как писал прежде всего Фрейдер фон Хайек и Мизос давал об этом понятие, мир настолько сложен, что мы запутываемся в управлении миром, когда мы не либералы и пытаемся ущемить свободу. Вот для меня это важнее размышления о естественном праве. Хорошо, тогда экономический вопрос. Я сейчас от вас первую услышу на то, что как либералы разделяют идеи о том, что налогов не должно быть вообще. Вот по вашему мнению, я такой над, что вы тоже разделяете в целом эту идею, то, что налогов не должно быть минимальный или их не должно быть вообще. А почему их не должно быть? Потому что эта эффективность с точки зрения экономики или потому, что, допустим, вы разделяете этический принцип, что налоги это грабеж и не сомневенциация насилия, агрессия? В принципе, и то, и другое. Я разделяю точку зрения Святого Августина о том, что государство это вообще бандитская шайка и налоги, которые они накладывают, в общем, не особо отличаются от того, когда просто какой-нибудь грабитель у вас отнимает деньги. Ну, это, конечно, такое образное выражение, а в практической деятельности я считаю, что когда вводятся налоги и вы отнимаете у производителя часть того, что он создал, вы достимулируете производителя. Он уже меньше заинтересован организовывать производство, вкладывать деньги в бизнес. С другой стороны, вы создаете какое-то количество людей, которые получают деньги не потому, что они трудятся, а потому, что социальная система считает нужным ему помогать. Иногда люди трудятся, ну, скажем, вот, профессор в государственном университете, но сколько он должен получить, определяет бюрократ. Скажем, если у него высокий хир, ему дадут больше, если там хир поменьше, дадут меньше, или вообще уволят. Но реальный научный вклад очень часто никак не связан с бюрократическими оценками деятельности человека. Поэтому в идеале лучше оставлять деньги тем, кто их заработал, предпринимателю его прибыль, рабочему его зарплату тоже не надо облагать налогом, и пусть каждый на рынке труда ищет, как он может заработать деньги. Но это чисто теоретический принцип. Еще раз подчеркиваю, будь я политиком, я бы, конечно, не пытался его использовать, я бы, конечно, старался минимизировать налоги, но мне бы в голову не пришло пытаться там нынешние 50 примерно процентов ВВП, которые в развитых странах отбирают и передают другим людям, превратить в какие-нибудь там 5 процентов. Можно там от 50 к 40 свести, но не ликвидировать налоговую систему вообще. Причем часто просто потому, что либеральные принципы невозможно быстро ввести вместо государства. Скажем, невозможно людей лишить пенсии. Пенсию надо платить, человек ее заработал, и, соответственно, надо либо брать какой-то пенсионный налог, либо мы это назовем социальными взносами, но это невозможно не брать. Можно создать пенсионную систему накопительного типа. Я сейчас не объясняю, что это такое, это долгий разговор. И если такую систему создать, можно не брать пенсионные налоги, каждый сам накопит себе на пенсию. Но такую систему можно создать через 50 лет, если мы сегодня начнем ее создавать. Ни один либерал не разрушит нынешнюю пенсионную систему и не оставит пожилых людей без куска хлеба. Но теоретически я буду говорить о том, что надо стремиться к тому, чтобы существовали либеральные пенсионные системы, и тогда когда-нибудь мы сможем сделать пенсионные системы более эффективны. И также я могу говорить о многих вопросах экономики и социальной жизни, где невозможно отменить налоги сходу ковляиской атакой. Скажите еще пожалуйста, сейчас многие публицисты для того, чтобы отмежеваться от нынешних людей, которые называют себя либералами, это Обама может быть такие, то есть левлибералы или Кейнс, о чем вы будете говорить на следующей лекции, как я думаю, такие публицисты называют себя допустим классическими либералами либо либертарианцами, именно архистами. Почему вы используете такие термины в отношении себя, называются либералами? Ну смотрите, слово либертарианц к нам пришло из Америки, там существует либертарианская партия, и для американца такой выбор естественный, потому что именно в Америке, мы говорили немножко сегодня об этом, слово либерал закрепилось за левыми, и там человек, который является либералом в европейском, смысле этого слова, уже не может взять этот термин, термин уже приватизирован другим идейным направлением, там просто путаница возникнет, если человек будет бегать, кричать, я либерал, я либерал, все будут думать, что он левый, и надо каждый раз объяснять, что я правильный либерал, а не неправильный либерал. то же самое у нас нет, у нас не совсем так, у нас действительно путаницы много, вот я начал с этого, но все-таки, если мы в интеллигентном сообществе беседуем и либерализме, а не где-то там на площади митингуем, у нас все-таки более-менее люди знают, что либерал это тот, кто за свободы, а если вы за сильную нацию, вы националист, если за перераспределение, вы социалист или коммунист, это более-менее понятно, а в Соединенных Штатах все интеллектуалы левого типа называли себя либералами, это просто заложено уже в политическую культуру, вот, поэтому слово либертарианство там возникло, но действительно по мере того, как слово либерал запутывалось у нас, молодые люди, составшие либертарианскую партию, как я понимаю, я не член этой партии, но как я понимаю, решили назвать себя либертарианцами, чтобы не объяснять по 10 раз, что либерал это вот за свободу, а не то, что думают про Жириновского, но поскольку я не политикой занимаюсь, а я выступаю с лекцией и разъясняю вот как оно в мере идей, я именно объясняю смысл термина, и вы сидите и полтора часа меня слушаете, тогда как, если бы я занимался политикой, я бы должен был все акценты расставить за полминуты, потому что дольше, чем полминуты, просто на митинге никто слушать не будет, и вот если бы я сегодня решил заняться политикой, я бы пошел в либертарианскую партию и называл и называл бы себя либертарианцем. А с вами я беседую о сути проблем, потому что я хочу объяснить вот как терминологии на самом деле обстоят. Знаете, как ну да, конечно, это можно будет на следующих, да. Так, ну вот мне кажется, что вы раньше руку поднимали, уж извините, да. Я хотела бы спросить, насколько может либеральная опция, вот сейчас есть такая угроза как психотехнологии, манипуляция сознания, и вот не так давно я об этом задумывалась, а психотехнологии, в политтехнологиях, в политической вот рекламе, и причем довольно такая ситуация была, я спорила с более молодыми там вот которые считали, что довольно радикально настроены, что преступнику можно взломать сознание при помощи психоактивных веществ и вложить ему туда законопослушные и я стала объяснять и мне в ответ ответили, а вот те же либеральные политики могут пользоваться теми же политтехнологиями, которые очень манипуляцию сознания допускают и это просто тема моей следующей лекции ну можно я в следующий раз отвечу, чтобы не кратко там будет это все очень обстоятельно давайте тогда вот вам еще вопрос раз я не отвечаю только кратко сформулируйте и да и нет либерализм предполагает равноправие в том смысле что вы имеете как бы это сказать ну ладно не буду сложно формулировать с одной стороны равноправие потому что мы все имеем одинаковые права но если здесь присутствует коммунист он скажет что нет вы как раз против равноправия потому что сын миллионера получит гораздо лучшее образование чем сын нищего и вы войдете в жизнь совершенно с разными возможностями миллионер сын миллионера если он не тупица и бездельник скорее всего сделает хорошую карьеру просто потому что и образование и все такое и одет он хорошо и презентабельно выглядит а сын нищего будет долго пробиваться так что с одной стороны либерализм это о равных правах с другой стороны он предполагает что права неравные но собственность священна богатый человек имеет право вложить деньги в своего сына или дочь и дать им лучшее образование другое дело что и здесь вот тоже я допускаю некоторый отход от либерализма в практической деятельности другое дело что мы должны так или иначе стремиться чтобы человек у которого нет богатых папы и мамы имел возможность тоже получить хорошее образование другое дело что это не обязательно делать с помощью государства существует благотворительность существуют банковские кредиты на образование в нашей стране с этим плохо но скажем в Соединенных Штатах с этим гораздо лучше и иногда человек из бедной семьи может получить очень хорошее образование но конечно ему надо быть гораздо более энергичным целеустремленным чем сына миллионера ну что спасибо за внимание